17 сентября 2013 года, этот день в памяти жителей общежития по улице Коммунистическая, 4, останется как один из самых страшных. Тогда в здании на общей кухне произошёл пожар. Причина – неосторожное обращение с огнём. Два человека погибли. О том, что случилось, Валерий Крутилин узнал от соседей. Во время происшествия находился на работе. Вспоминает, когда вернулся, увиденное шокировало. В этом коридоре, как говорится, 8 комнат. Все были очень сильно задымлённые, все двери прогорели, потолок в коридоре на кухне рушится, потому что был очень сильный пожар. Спустя три месяца после пожара здесь мало что изменилось. На стенах всё так же копоть, некоторые окна заколочены. На кухне часть потолка отсутствует, деревянные перекрытия продолжают гнить. Но не всё так плохо. Сотрудники РЭП номер один отремонтировали кровлю и электропроводку. Севастопольцы продолжают поддерживать, как могут. Однако ликвидировать последствия пожара самостоятельно жители общежития не в силах. Нет финансовой возможности. Всё это время люди просили помощи у районных властей, а чиновники искали пути решения проблемы. Все эти квартиры на сегодняшний день, хоть это и общежития, приватизированы. В соответствии с законодательством Украины мы не можем их отремонтировать за бюджетные средства. Поэтому совместно с депутатами и горсовета, и райсовета, и районным советом мы привлекали и районную организацию партии регионов, и городскую организацию партии регионов для поиска возможных вариантов оказать помощь людям в этих сложных условиях. И один из вариантов было найти неравнодушных предпринимателей, которые бы могли оказать помощь в отделении стройматериалов. Олег Крумянцев рассказал, обращались в различные строительные сети, как мелкие, так и крупные. Но откликнулся только один предприниматель. Все необходимые материалы для ремонта жилья подготовила и передала дирекция супермаркета «Добрострой». Здесь, говорят, не могли остаться в стороне от беды. Когда плохо, мы стараемся всегда помочь, всегда показать какое-то содействие для тем, кому плохо, в первую очередь. Гипсокартон, герметики, брус, дерево, отделочные ленты, монтажная пена – и это далеко не весь список. В машину для доставки адресатам были погружены порядка 30 наименований стройматериалов. Жители общежития благодарны всем неравнодушным севастопольцам, ведь для погорельцев это долгожданная посылка. Жильцы, скажем так, относятся к категории малоимущие. Своими средствами они никак бы не восстановили бы это, не сделали бы этот ремонт. Будем своими силами делать, но за полгода точно, наверное, сделаем. Месяца за три планируется. Ремонт в общежитии жители хотят начать с кухни, затем привести в порядок стены, пол и потолок в коридоре. Теперь уже люди уверены, что их жилье в скором времени преобразится, и они смогут зажить по-человечески. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова